Всем привет! Меня зовут Маша Ворсов. Я визажист, журналист и бьюти-блогер. И сегодня я немножко расскажу о том, что я делаю на своей работе как визажист, журналист и бьюти-блогер. В бьюти-индустрию я пришла случайно. Я завела блог про помады, только про помады. И увидев этот блог, редактор сайта Vogue позвала меня на стажировку. Я постажировалась на сайте Vogue и еще немного в бьюти-отделе Vogue. А потом через год или через два меня позвали бьюти-редактором в Индерзин. И я там проработала три года и после этого уже считаю себя бьюти-редом. Сложный вопрос, потому что я особо не выбирала свою сферу деятельности. Мне однокурсники говорили, что я бы стала хорошим юристом, наверное. Но читать законы и договоры очень-очень скучно. Поэтому я, честно говоря, даже никогда не думала, чем бы я занималась. Мне кажется, образование юриста пригодилось мне, потому что я умею делать неплохой ресерч. Для журналиста это очень важно. Ну и плюс это еще помогает, когда я читаю договоры о сотрудничестве фриланса. Потому что мне кажется, очень редко кто это делает так въедливо. Это важно. Блог я завела лет 7 или 8 назад. И он был только про помады. И, наверное, это была самая доступная и самая интересная штука, которую я могла делать, пока училась в универе. Я даже не отдавала себе отчет, почему я его завела. Просто я начала писать. И мои знакомые сказали, что это клево. И, в общем, я продолжала довольно долго это делать. По поводу самовыражения, его, наверное, больше в блоге все-таки, потому что там я не отдаю никому отчет в том, что я делаю. Но мне повезло, что у меня такая работа, что я могу делать практически все, что я хочу. И именно так, как я хочу. И считаю нужным. На самом деле, я очень мало общаюсь со своими подписчиками, просто потому что я интроверт, и мне сложно это делать. Но в последнее время я стараюсь делать это больше, потому что я понимаю, что это, на самом деле, огромный ресурс, который я все еще не использую. Но из него можно получить очень много. Ну, я пока не особо понимаю, как, но я стараюсь. Самый сложный заказ клиента мне, как визажисту, наверное, был от выставки Интершарм. Потому что для прошлого года я делала образ косметологии. Мы с моим бойфрендом клеили такие патчи из страз, и на каждый патч ушло по 4 часа, потому что мы вручную приклеивали стразы на клей с помощью специальной маленькой такой клейкой ручки. Это было сложно именно технически. Макияж будущего, мне кажется, будет очень минималистичным, потому что сейчас от него все устали. И я думаю, что в скором времени мы будем носить совсем невидимый тон, не будем носить тушь, наверное, и, может быть, какие-то яркие акценты вроде помады или теней. Но я думаю, что потом нас это все утомит, и мы будем снова ярко красить, как 80-х или 50-х. Мне кажется, у нас сейчас уже есть тренд, которому следуют миллионы. Я про инстаграммный макияж так называемый. И единственное, что меня в нем расстраивает, это как раз свою повсеместность. Поэтому если бы у меня была возможность задать какой-то миллионный тренд, я бы этого, скорее всего, не делала. Потому что очень скучно на это все смотреть. Я советую тем людям, которые хотят разобраться в косметике, подписываться на иностранных журналистов и влогеров. Мне кажется, что Лиза Элоридж – это хороший такой вход в макияж. У нее не самые современные, может быть, техники и эстетика. Но, тем не менее, это визажист с большим опытом работы, которая, в принципе, все подробно объясняет. По поводу ухода, я думаю, лучше подписываться на блоги косметических химиков, косметологов, дерматологов. Потому что их сейчас относительно много. И они довольно доступно дают информацию. И в отличие от визажистов, которые знают, как красить, они разбираются именно в уходе. Потому что знание визажистов об ухаживающей косметике все-таки иногда неправильное. Плохо, но накрашу. Моего? Глянец. Очень много сэнскрина. Что-то увлажняющее. И, наверное, что-то для умывания. Средства для очистки кистей и косметики. Они все полезные. Кого угодно. Вау, переехала. У меня сот час-то. 20, наверное. Таким, какой вам нравится. Надеюсь, вам было хотя бы немного интереснее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok